Всем привет, друзья! Мы на стенде компании MadCat. И здесь они представили новую серию мышек, клавиатур под названием Tournament Edition, сокращенно TE. У меня в руках сейчас мышка RED серии Tournament Edition. Выглядит она вот так. Они немного упростили всю конструкцию по сравнению с теми мышками, которые у них были, то есть серии RED. Это уже не металлические громоздкие огромные трансформеры. Это всё уже пластиковое, всё очень лёгкое. Но, конечно, свои фишки они оставили. Во-первых, дизайн очень похожий, правильно, в стиле. Во-вторых, всё-таки регулировать мышку можно, но только по длине, вот таким вот образом. Вот, тогда она становится длиннее. Я бы поставил себе где-то вот так, наверное. Ну или нет. Ну, в общем, это надо подбирать. Что здесь есть, конечно? Вот эта вот штука, я уверен, меняется, потому что здесь есть шурупчик, винтик. Здесь тоже, я уверен, эта панель тоже меняется. Это какой-то, который есть в комплекте. Мне пока что ещё ничего не показали. Но я уверен, что это есть. Что дальше? Кнопка MODE для переключения профилей. Три основные кнопки. Колёсико. Колёсико, кстати, неплохое. Оно немного шатается, но надо понимать, что это сэмпл. Всё, это сэмпл. Всё, что у меня в руках будет сэмпл. И поэтому оно ещё в нескольких экземплярах пересочиструет. И, понятное дело, что это может быть недоработка. Всё. Позже осенью только это всё выйдет в продажу. Итак, три основные кнопки. Кнопка переключения DPI, кнопка переключения профилей. Их здесь несколько. Колёсико такое, как я уже говорил. Ну и Sniper Battle. Sniper Battle – это кнопка, которая при нажатии меняет DPI на минимальный. И мышка не так дёргаться, чтобы вам было удобно прицеливаться. На самом деле, я всегда сомневаюсь в этих кнопках. Никогда их не пользуюсь. Не знаю человека, которым его пользуются. Но, может, в каких-то шутерах, там, не знаю, это помогает. Но в соревновательных точно нет. Вот эти вот кнопки, естественно, берёт назад. Но все эти кнопки вы можете программировать как вам будет угодно. То есть, понятное дело, что есть сок, который позволяет это всё делать. Ножки здесь вот такие вот маленькие. Первый день на Игромире общался с одним бывшим каэсером. Он говорил, что маленькие ножки – это самое лучшее, что для мышки может быть, потому что с большими ножками увеличивается дрение. Ну, с точки зрения физики, это, наверное, и в самом деле так и есть. В буклете этого нет. Сенсор с виду похож на те же самые, которые были в мышках REN. Скорее всего, это Филиппс вина. Если это так, то даже не знаю. У меня с тем Филиппсом никаких проблем не было. Люди говорят, что может быть. Я не знаю. Факт в том, что разрешение этого сенсора здесь 8200TB. У тех сенсоров было намного меньше, поэтому это может быть совершенно другой сенсор. Вот такая мышка, в принципе, простенькая. Ну, как для Маткет. Люди ходят. Регулируется с дополнительными кнопками, снайпер-баттон, и с сенсором с высоким разрешением, маленькими ножками, и с меняющимися вот этими панельками. Мне нравится цвет. Ну, и как бы вот это вот Маткетовская. Маткетовский стиль, Маткетовский дизайн. Это прикольно. Провод тканевой оплетки с позолоченным USB-штекером. Вот так это все выглядит. Очень интересно. Вот такая мышка Маткетовская Red Tournament Edition, или просто DE, синенькая, красивенькая. Это был Макс. Подписывайтесь на канал. Мы еще будем смотреть. Здесь есть на что смотреть. Очень много всяких штук интересных. Я даже не знаю, успели я сделать все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok